Всем привет! Я думал, сегодня уже тоже съемка не состоится, потому что я уже все приготовила. Стою, жду начать и должен курьер приехать. Вот-вот-вот-вот. Обычно не быстро приезжает, а сейчас нет или нет. Я уж такая прям хожу. Я уже телефон сняла, взяла в руки. Думаю, что я... Ну, потому что я все подключила. Мне же хочется снимать. В общем, просто я много раз начинала снимать эти видео. Очень люблю снимать. Сама я знаю, что у меня язык не как-то это смотреть. Покупки с Валдерес обзором. Поэтому давайте, короче, начнем. Много болтовни. Это тоже очень хорошо. В принципе, вы увидите все, наверное, что я буду показывать. Но сейчас я еще и расскажу вам что-то более подробное. Начну, наверное, я вот с этой тарелки. Короче, периодически у нас такое происходит, что я такая... Все, мне надо на правильное питание. Ну, не на диету, а я так и устраиваю себе разгрузки ПП. В принципе, я в это верю, знаю. У меня уходит вода за счет этого. То есть я как-то так стройнею, подтягиваюсь. Но, знаете, для меня каждый раз есть схема, да, что должно входить. Ну, вот, здесь написано, сколько углеводов, там фруктов, все. Для меня каждый раз, а как это вымерять, и все. И я такая забывчивая. И, в общем, что полезно, что нет. И заканчивается на том, что у меня заканчивается фантазия, что себе готовят. Поэтому мне это часто срывают. Вот. И вот я купила такую тарелку. Она стоит 922 рубля. Есть разные, абсолютно разные, много. Где-то прям отдельно пропорциями, как, что класть. Вот. Здесь нет. Здесь, видите, тоже пропорциями. Но еще плюс написаны варианты, что в такой период питания, да, нужно кушать, можно кушать. То есть какие-то идеи. То есть там, например, чечевица, ячмени. Вот знаете, мне не придет это просто так в голову. А тут вроде посмотрел и сразу вспомнил. Вот. И также, видите, мне нравятся сложные углеводы. Размер кулака, фрукты, одна горсть, белки, ладошки. Ну, вот, как вы понимаете, да. Мне понравилась эта тарелочка. Она теперь у меня есть. Вот. Сразу хочу сказать, она достаточно тяжелая. Она такая прям, знаете, бывают легкие такие. Это прям такая увесистая, тяжелая. Не всем нравятся такие тарелки. Ну, в общем-то, яркая, красочная. Мне она зашла. Дальше. Что дальше? Ну, давайте возьмем вот эту расческу. Значит, это расческа. Не знаю, слышали, не слышали. Сейчас таких расчесок много представленных разных видов. Есть дорогие. Изначально, конечно, пошли под дорогие. Потом это, ну, стали подделывать. Или копии. В общем, пример того. Это расческа для мытья головы. С ним я просто смотрела много видов. Мне рассказывали. У меня есть знакомая, которая пользуется. Ну, у нее, господи, какой-то бренд этих расчесок есть. Ну, настоящая. Ей очень нравится наносить, когда моешь волосы, наносить ей кондиционер или маску. Прочесываешь. И, ну, в принципе, можно любую расческу, конечно. Ну, конечно, мне хотелось такую. 227 рублей она стоит. Сама она пластиковая. А здесь такой силикон. То есть, когда вы помыли волосы, там, на шампуне всем, вы наносите кондиционер, наносите либо маску, ну, что-то, какое-то средство. И на мокрые волосы прямо прочесываете какое-то время. Это лучше попадает, да, между волосками. То есть, это больше напитывает волос. Плюс какой-то массаж головы во время мытья. Ну, очень классно. Можно когда шампунь моешь, так сказать, ну, чтобы кожу головы немножечко, во-первых, лучше промыть. Вот. Честно, я просто знаю, что эффекты хорошие. Я не знаю конкретно. Ну, с этой расческой вроде ничего такого нет. Она есть, есть, что может мешать мне помыть. Еще просто не мыла, руки не дошли. А так вот она такая вот симпатичная. Дальше. Ну, что-то мне тут захотелось благовония. Раньше я часто использовала. Я свечи люблю. Я люблю такие благовония. Вот. И решила, что-то. Вот прям просто мне попались. Я не знаю, каким образом они не попались вдруг в рекомендациях на Валберес. В общем, здесь 8 штучек, 8 палочек. Стоят у тебя 185 рублей всего. Вот. Вот такие вот. Ну, как, достаточно большие, бывают маленькие просто. Это большая, и там она пахучая, конечно. Все как положено. Ну, как через камеру сможешь попасть? Вот. Насыщенный аромат. Все приятный. Я на кухне, как правило, жгу, потому что в комнате, мне кажется, это будет перебор. Вот. Потом еще и сравнивается аромат. Ну, мне нравится. На кухне, да, больше всего запахов так. Она убирает. В общем, не знаю, почему сейчас даже закрыла. Запахло. Иногда мне хочется таких ароматов в доме. Давно я как-то их не покупала и вот решила. Ну, ссылку оставлю, да, как всегда. Мало ли кто-то тоже. Ты такого точно давно не был. Надо купить. Так, дальше. Давайте вот это. Это я купила. У меня заканчивается молочко для снятия макияжа с глаз. Сейчас у меня... Ой, как мне кажется, это поетовская, по-моему. Давно покупала. Мне очень нравилось. Большая бутыр. Все заканчивается. Что-то я полезла и немножко обалдела, сколько сейчас этот поет. Эта бутылка стоит. Честно, что я ее тогда в золотом яблоке по скидке взяла 4 тысячи. В районе тысячи. Сейчас в районе 4 тысячи эта бутылка. И пока не пойму, какой я еще хочу. Вот. Я решила, думаю, почему-то просто белорусские косметики. В принципе, они хорошие отзывы. Я еще не пользовалась. Но мне кажется, молочко для снятия... Вообще, мне нужно молочко. Ну, это вот как мне косметолог прописал все мои... Способ уход за лицом для моей сложной кожи. По сути, нужно только для того, чтобы снять макияж глаз. Потому что моя умывалка, которая... Ну, для меня купленная по совету молокосметолога. Она не смывает макияж глаз, естественно. То есть она очищает все, но макияж глаз она не смывает. Мне нужно, в принципе, только для этого. Ну, попробую на козьем молоке написано. В принципе, белорусская косметика, она неплохая. Вот такая умывалка стоит... 254 рубля. Дальше. Это я купила мужу. Не знаю, как я вообще его выбрала. Просто он... Ну, как-то он по моим. Ну, я просто сейчас имею такой крем. У меня такой же пузыречек. Но он стоит 10 раз дороже, чем... Даже чуть больше. Чем вот этот пузыречек его. Я подумала, что ему, наверное, не нужен такой кремчик. И он говорил, что у него третий сок нефляционный. И как бы я вообще считаю, что можно было бы ему увлажнять. Мужской крем был опять в одном. Крем для лица. Стоил он 414 рублей. Я еще даже сама не открывала. Не знаю. Он вам тоже еще не пользуется, что вот только купила. Сейчас я его попробую нанести. Ну, понятно, он мягенький такой, легенький. Аромат такой нейтральный, травяной какой-то. В общем, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это такой стандарт универсальный. Где-нибудь этот крем заливает их женский. Но взяла ему. И мужчине как-то спокойнее что-нибудь условить. И мы его написали, знаешь, мужской. Хотя в Ассоте нет никаких разделений в профессиональной косметике. Мужской, женская, да. Ну, в общем, я его купила. Посмотрим, пусть пользуется. Потому что дорогой покупатель, я ему покупаю, а это все потом стоит. Ну, то есть, как бы... Ну, нет у него такого, что он прям будет пользоваться. Сколько у него было, но сейчас купила. Ну, пусть пользуется. Потому что берешься, где-то много чем-то помогло. Ну, пусть может. Дальше. Спрей-мист, да, не называется, слушайте. Стоит вообще 179 рублей. Я люблю всякие такие спрейчики. Этот черри. Ну, прям такой, да. Черри Томфорт, у меня, знаете, сразу остаться. Очень вкусный, очень приятный. Прям... Я кайфую. Я обычно ими пользуюсь. Я в коридоре прохожу, ими пшикую. Где куртки висят, там, могу обшипеть в ванне, на полотенце. Вот так вот, знаете. У меня это больше идет, как ароматы. До постельного бедя, да еще что-то. Могу на волосы, в течение меня, вообще, очень вкусный аромат. Я очень рекомендую, ценить 179 рублей, не очень смешно. Вот, я уже и пользуюсь. Дальше. Ой, давайте тогда перейдем вот к этому. Зубные пасты. Слушайте, ну, достаточно известная сейчас зубные пасты. Взяла прям с хорошей скидкой. В аптеках они где-то в районе 800-900 рублей. Эти пасты. Ялики такую дарила на зубной счет, купала на Новый год, у нас зеленая стать. Себе взяла сиеную. Я потом, почему я так еще взяла? У меня были пасты, но тут они вдруг пошло, только прибыли. Распродажи, ссылку оставлю. Сейчас, по-моему, подорожали опять, но отслеживать не бывает. Вот. Давно хотела я эти пасты попробовать. И вот я попробовала. Очень классная. Мне поразмирает, как она пенится. Она не щипает, она такая приятная, мятная, верно, мятная. Я бы не сказала, что она ментоловая. Наносится отлично, да, нажимаешь, она выдавливается на щетку. Она так приятно пенится. Это не столько пены и эмалина не стала чувствительной. Изюбки чистенькие, прям гладенькие после пасты. Мне очень нравится. Вот можно очень пользоваться, поэтому могу ее точно порекомендовать. Дальше. Это уже такое кухонное. В общем, мне нужны... Ой, это была целая история, как я выбирала подставки себе под посуду на кухню. Выбирала, выбирала. Я когда зашла, хотела самые простые взять. Ну, что такое подставки, да? Как полезло там столько красивых. Но выбрала вот эти черные. Они подходят и под стилю кухни. Мне нужны были принципы простые, чтобы я их положила. И не скользящие. Потому что я кладу сверху на вытяжку. Она черная, их не видно. В комплекте таких подставок две штуки. Но вот смотрите, имейте ввиду, они вот такие вот мягенькие. К ним приходят, видите? Ну, знаете, почему они такие? Заявлено, что им можно пользоваться как подхватки. Может, что-то взять. Вот, есть петилька для того, чтобы повесить. У меня просто лежат, они не скользят с вытяжки. Очень удобно. Две штучки, две подставки стоят 253 рубля. Мне кажется, хорошая цена. Ну, они мягкие, а какая разница, да? Мне, в принципе, на кастрюлю я вот вставлю. Мне просто я почему-то не прислала. У меня на одной стоит большая кастрюля. Куда-то бросила, что-то положила. Ну, мне понравилось еще. Даже, ну, конечно, у меня есть прихватки. Я вряд ли буду ей как прихватки. Хотя, знаете, надо быстро что-то схватить. Поэтому, может быть, даже и использую. Дальше. Вот, что хотела показать. Прямо наша любовь-любовь. Всем так понравилось. Мы даже не ожидали. Я заказала вот такой кувшин. У нас был кувшин еще из моего детства. Такой белый большой. Мы его раньше ставили, я помню, на праздники. Компота наливали. У нас несколько кувшин было. А тот был такой вот такой прозрачный, просто белый. Вот. И все, что-то мы год им попользуемся регулярно. Но он уже, видите, такой, да, старенький достаточно. И он треснул. Если у вас также без такого кувшина, кувшинов-то много. Но у нас не большая. Мы сейчас варим много компотов. У нас постоянно практически ставят кувшин с какими-то компотами. Мы стали... И я выбирала, выбирала и выбрала вот этот. Слушайте, ну просто он когда пришел, он очень тоненький, леденький. Причем литр 800. Чем он плюс? Он, видите, высокий и густ. Он не занимает много места. У него большая ручка. Удобно брать. Также в нем есть не просто крышечка. Вот я сейчас его мыла как раз. А крышечка с ситечком, чтобы всякая шофера не попадала. Можно перевернуть и не будет. Это ситечка, как вы видите. Мыли в посудомойке. Ничего такого серого стильного цвета. Нам тоже он подходит под кухню. В посудомойке мыли, ничего с ним не происходит. В общем, офигенный кувшин. Мне очень понравился. Смотрится стильно, прикольно и функционально. То есть он такой длинный, не занимает, знаете, много места по объему. Вот, кувшин я брала за 604 рубля. Дальше. Давайте вот это покажу. Ой, наверное, многие сейчас слышали. Многие блогеры показывают японские мочалки так называемые. Сейчас, секунду. Секунду. Я почему-то решила сесть. Зарядка. Прошу прощения. Не хочу просто потом монтировать. Я решила себе заказать что-то мне. Разные. Короче, мне нужно было длинные, чтобы, знаете, потом не спину потерять, еще что-то. И я стала искать. Думаю, что же это за чудо-мочалки японские эти. И заказала. Вот там был комплект. Две штуки. Две мочалки. Сейчас я себе же выписала, сколько они стоят. 370 рублей. Вот. Они тоненькие, легкие. Они прям синтетические, конечно. Но, вы знаете, они сначала трогаешь, они прям такие жесткие. Думаю, что я шкуру себе все сдеру. Сдеру. Не знаю, правильно я сказал, нет? Но, когда она намыкает, она действительно становится такой мягенький. Она ей вроде хорошо трет. И не больно, не жестко. Мне понравилась она еще, когда вы ее, она растягивается. То есть, там, спинку потереть, там, тададам, плечики, все. В общем, мне очень понравилась. Ну, вот я взяла одну себе, вторая, не знаю, может, Денису, может, что-то еще у нас хватает мочалок, полно. Ну, что-то мне захотелось попробовать, взяла. Осталась, в принципе, довольна. Дальше. Так, как это, подарки на 8 марта. Ой, на 8 марта. Что говорю, девочки, что несу? На 14 февраля я уже готовлюсь. Поэтому я еще, собственно, хотела быстрее выпустить это видео. Я готовлюсь по полной. Красавец, у меня сошла собаку, она видит, потому что тут разные подарочки для разных. И хочу с вами поделиться. Во-первых, заказала вот такую чудо-коробочку. Вот такая она милая, когда пришла. Ну, я думала, она чуть побольше будет, но она вот такая вот, 330 рублей она стоит. Смотрите, там носочки. Девочки, не буду открывать. Если кому интересно, здесь мишка, здесь просто сердечки. Кому интересно, зайдите, посмотрите на какие там картинки на Валберес. Я просто, я потом так не сложу. Видите, они так сложены. Беленькие, красивые, такие мимишные. Мне очень понравилось. Вот так вот, ну, для подарка. Очень круто. Ну, что тут испачканное. Вот. Дальше. Что еще? Уже заранее я заказала. При вас открываю. Вот так это все пришло. Очень хорошо упакованное. Мне понравилось, ничего не сломалось. И это пряники. Стоят 197 рублей 5 штук. Они на палочке. На палочке, видите, вот так приходят шпажки отдельно. Потому что, ну, понятно, транспортировка так лучше. И вот они вот такие прянички. Слушайте, они неровненькие. 5 штук в комплекте. Я так потрогала. Они свеженькие, мягенькие. Они, да, немножко неровненькие какие-то есть. Но в этом и смешно. Потому что это как-то, ну, типа, хэммейк. Все такое. Вот. Есть еще в розовом цвете. Цена классная. Я много пролазила. Действительно. Это очень хорошая цена. Там получалось в районе 40 рублей за преми. Такие прям большие. Вот. 5 штук. Мне как раз их так и надо, в принципе. Имейте в виду. Классно. Вот так вот, знаете, подарить. И еще что. Сейчас покажу. Я заказала с мамой Денисом парные пижары. Вот. Я прям что-то так захотела. Давно хотела. Можно даже походку. И я заказала. Ну, знаете, самое что интересное, приходят, значит, они заявлены как парные. Мужские и женские, естественно. Приходят они идентичные. Ну, то есть только размеры уберете, да, разные. Вот такие клетчатые штаны. Это хлопок, но он тонкий. Ну, то есть он прям тонкий. Ну, я так посмотрела. Прострочен неплохо. Ну, прям тонкий, легкий. Вот. Клечесные штаны. Тут даже в кармане есть. Я вам просто как бы так вот так что-ли. Вот. Видите? Нитки какие-то. Значит, клетчатые штаны такие. И к ним вот такая футболка. Просто прямая черная, но при этом. Это вот типа мужская считается. Женская она, конечно, такая же. Вот такие. Смотрите, ну классно. То есть мужская и женская. Правда, на бирках написано прям мужская и женская. Но я кличей особо не нашла. Вот. Но знаете, самое что смешное? Женская стоит 1323 рубля. А мужская пижама стоит 1292 рубля. Понимаете? То есть, кстати, в футболке нормально. Поплотнее, конечно, трикотаж. Вот. А штаны потоньше. Ну такие нормальные. Вот. Короче, вот так вот. И что хочу еще сказать. Я сейчас... Ой. Такой бардак сейчас получится. Я уберу пока сюда. Что еще хотела вам сказать? Знаете? Короче, есть еще одна пижама, которую я заказала. Я сейчас сегодня влог снимала. Я ее показывала во влоге. Но когда я заказывала, она была последняя. Сегодня я захожу. И там они еще появились. А в чем смысл? В чем прикол пижама? Рассказывала. Я люблю какие-то тематику Нового года покупать уже после Нового года. Все намного дешевле. Всем привожу. И тут я лазила, лазила, лазила. И тут мне попадается за 566 рублей пижама. Значит, там есть 2024 написано. Есть драконы. Ну, то есть, как бы уже понятно, надо распродать. А есть хо-хо-хо. Это универсальное. На следующий год пойдет. 566 рублей. Мужские. Сейчас уже... Я ее сегодня убрала. Потому что я думала, что... Ну, уже как до следующего года, знаете. Ну, я убирала просто новогодние всякие эти. Вот. И что я хочу вам сказать. Зайдите, посмотрите. Я ссылку тоже оставлю. Может быть, кому-то надо. Да, вот она полежит. Но, блин. Они были такие пижамы. 1200 по полторы обычно перед Новым годом. Мы всегда начинаем искать это. Может быть, кто-то вот такой же запросливый, как я, себе купит. Вот. Что еще? Значит, по корму хотела показать. Слушайте, у нас... Ну, это для животных уже. У нас торт в какой-то момент перестал есть сухой корм. Вообще стала отказываться. Все. Какой мы только не пробовали. Мы его решили перевезти на натуралку. Мы наварим каши, рис, гречку. И стали выбирать консервы. И остановились вот на этих. Ну, ну, вот у него сейчас неделя рациона говядины. Берем еще индейку, еще там разные есть. Берем, значит, как. Шесть банок приходят в комплете. Вкус мясеным. Стоит вот эти шесть банок. Я брала за 920 рублей. Индейку можно взять за 880. Бывает, подскакивается на 1020. Она постоянно скачет, что все это 700 на 1000 рублей. Я как бы беру, когда захожу, смотрю, какая сегодня. Когда мне надо уже заказать. Какая сегодня со скидкой, грубо говоря. Там какая за 800 ледненок, там говядина. Индейка, то я беру. То есть торт ест хорошо. Собака ест вообще с большим удовольствием. Шерсть стала намного лучше. Посмотрели. Ну, состав тут вообще, знаете. Сейчас вам скажу. Ну, мы добавляем ему еще вот так. Можем яблочко, морковку добавить. То есть, ну, естественно, какие-то овощи, фрукты. Понятно, мы сейчас даем. А так состав говядина, рубец, сердце, легкое, печень, вода, масло подсолнечное. Желирующая добавка, клетчатка, соль. Смотрели, ну, как внутри, если посмотреть. Хорошие, нормальные. Все выглядит, пахнет хорошо. То есть, видно, что такая натуралка. В общем, если кому-то надо, вот имейте в виду, 850 грамм, 6 банок в комплекте приходит. Вот так получается. И еще быстро скажу. Значит, про это рассказала, про это рассказала. Ну, вроде я вам все показала, все, что стоит, но хотела дополнительно сказать. Есть вещи, которые я вам уже не могу показать. Я вам ставлю ссылки, просто, может быть, кому-то надо. Я заказывала соль для посуды мойки финиш, 3 килограмма с 45 рублей. Это хорошая цена. Да, говорят, на Валдере сидит подделка. Я не знаю, подделка это или нет, но я уже пользуюсь. Нормально все подошло к нашей машинке. То есть, можете тоже брать. И еще у нас стоит, у многих сейчас стоят, знаете, фильтры, вот этот маленький кранчик, который около большого крана, да, фильтрованная вода идет, проточная фильтровая. У нас стоит барьер. А внизу надо беречь, снимать эти три фильтра, да, капельки. Я купила, мы уже не первый раз берем на Валдересе, хороший барьер 2,361. Нормальный, качественный, оригинал приходит. То есть, бывает, что они, может быть, где-то со скидкой на Валеруа мы раньше брали, но в последнее время мы видели по 2,361, по 3,361. Тоже оставлю, вдруг кому-то надо ссылку, там, кто-то искал. В общем, вот, вот такая вот у меня получилась, вот такая вот закупка, хотел сказать, обзор. Вот такой получился, все разбросало, теперь надо цвет убрать, и можно, в принципе, готовиться к следующему. Всем спасибо за просмотр, ну, пальчики вверх будет приятно, подпишитесь еще круче. Ну, а так, постараюсь сейчас вам сделать какую-нибудь серию выпусков. Короче, надеюсь, получится. Все, всем пока-пока, обнимаю.